Понять смысл слов Твоих и быть не только слушателями, но и исполнителями. Ибо Ты сам сказал, блаженный, слышащий и соблюдающий Слово Твое. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Бог. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. У нас те же самые, да, прибавления нету. А Сергей Пупков уехал, наверное, да? Кто знает? Да, он в Потеряевке. Он в Потеряевке, да? Ну хорошо, слава Богу. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 стиха, страница 58. 1 тонн толкования блаженного Филакта. 1 стих. Не судите, да не судимы будете. Господь запрещает не укорять и выговаривать, а осуждать. Потому что укорение и выговор служат к пользе. А осуждение клонится к обиде и унижению. Особенно же, когда кто-либо, имея тяжкие грехи, поносит и осуждает других, имеющих меньшие грехи, за которые будет судить Бог. Первый тонн, да, толкование. Первый тонн. Но вот это вот место священного писания, это целая тема. Приводят очень часто это место писания. И не к месту, так сказать. То есть бывают какие-то жизненные обстоятельства. И это место приводят. Не судите, да не судимы будете. А действительно, блаженный Филак говорит, Господь запрещает не укорять и выговаривать, а именно кому-то выговор сделаешь. Ну вот, по свежим, так сказать, по горячим следам. Со священником местной церкви, она Константинопольского патриархата, Варфоломея у них глава, патриарх. Я беседовал, и речь вел я об одежде, о покрытии головы. Что женщина должна быть покрыта. В первом послании Коринфянам говорится об этом. Ну и какой ответ был? А вот такой ответ, который здесь написан. Не судите, да не судимы будете. Да я и не сужу. То есть это нужно корректировать. Судить это приговор выносить. И сказано еще, осуждение клонится к обиде и унижению. А это просто выговор и обличение. А как же написано в другом месте? Не участвуйте в делах тьмы, но и обличайте. И вот это вот место не к месту приводится. Извините за тавтологию. Не к месту. Очень часто. Священное писание переворачивают. Выворачивают и не зная ни толкования, не зная и писания хорошо. Ну я говорю о православных. Вот так его переворачивают. Ну, конечно, здесь можно много говорить на эту тему. Еще хотелось бы. У Блаженного Фефилакта немного, да, сказано. Вот. Что такое суд? Судить. В Священном Писании имеет тоже несколько значений. Вот. Например, апостол Павел говорит, а духовность судит обо всем. Так что здесь имеется в виду? Духовность судит обо всем. Помните такое место? Это 1 Коринфянам 2 глава. Что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумие. И не может разуметь, потому что всем надо судить духовно. Духовность судит обо всем. Вот. А что здесь имеется в виду по словам судит? Рассуждает. То есть нужно понимать, где, что, как написано. Кто сказал, кому сказал, с какой целью. Вот. Поэтому мы когда увидим Священное Писание, это не тот смысл имеет. Также вот, например, есть слова мир. А мир, он тоже много значений. Мир мой даю вам, мир оставляю вам, Господь говорит, да. Мир тот душевный, мир и покой. Это уже как бы частичка Царства Небесного в душах людей, да. Ну, конкретно он говорил к апостолам. А в другом месте говорили, что мир грешный, прелюбодейный. Вот тоже должны понимать и в этом разбираться. Так что вот судить духовный может обо всем. И когда человек становится духовным, и он это все проходит, переживает. Конкретно, значит, вот когда я уверовал, о смерти заговорил с близким с одним. Я с ним учился в университете. Ну, для него это было... Ну, шок это мало сказано. Неприятная беседа, да, мягко говоря. А зачем об этом говорить, о смерти? Ведь это очень трудно жить. Он так мне ответил, что живи, и не думай об этом. Так вот как раз нас Писание, святые отцы, научают об этом думать, о смерти близких. И о своей смерти, конечно. То есть проигрывать ситуацию. Ага, если вот так-то будет. Как в жизни бывает, что одна женщина рассказывала, вот муж вышел на работу, на лестничной площадке, и он махнул рукой утром. Как обыкновенно это все. И все. И больше живого я его не видел. И все так неожиданно. Вот духовный судит обо всем. А о нем судить... Может плоской судить? Но он может, но он совсем неправильно будет. Он может по-своему, но совсем в криво в кость. Не согласен Писанию. Потому что он плоской человек. Ну вот так первый стих. Пожалуйста, вопросы и дополнения. Еще можете что-то добавить. Потому что эта тема большая. Не судите, да не судимы будете. И как не странно часто батюшки этот стих применяют, но не по назначению, не к месту. Зачастую. Ну вот, я еще столкнулся с таким подменом понятия. Не критикуйте. Критику наводить. Приходилось мне уже тут неоднократно слышать. Что критикуешь? Ну, во-первых, в Священном Писании нет такого слова критикуют. А есть обличать. А обличать стоит целью, чтобы человек исправился. Духовный судит обо всем. Но тот, который так говорит, мне это понятно, почему. То есть меня не трожьте. Все, я вот таким хочу быть, какой я и есть. Не критикуйтесь. Ну и хорошо. Я сказал, я пошел. Дальше уже дело Божие. Если бы не послушал. Есть еще что-то по первому стиху? Вопросы, дополнения? Мир вам, братья. Мир вам принимаем. Конечно. Как и любая тема, она большая. Ну, получается, такие у меня воспоминания, что вот Игнатий Тихонович говорит, и правда так и есть. То есть мы осуждаем не только словами, но и действием или бездействием. То есть если мы не делаем так, как делают другие, то тем самым мы своим бездействием осуждаем тех, кто делает так, как мы не делаем. И когда делаем так, как кто-то не делает, мы тоже так же осуждаем. Как говорят, обличаем. То есть по-другому осуждаем. Поэтому говорят, что вот этого человека, который не входит в общие рамки, стараются от него избавиться. Потому что он таким образом обличает остальных, что можно жить по-другому. Или даже нужно жить по-другому. Вот. Такие вот. Так, да, понятно. Ну, немножко Роман, ведь и Ивата так в словах. Я вспомнил фильм «Собачье сердце», когда кто смотрел этот фильм? Помните, там, зашли к Преображенскому и начинают говорить там, кто на ком стоит, да? Кто на ком стоит? Так вот ты немножко витиевато так сказал. Ну, понятный смысл, да. Да, мы своим образом, конечно, не то, что мы осуждаем, а обличаем. Если женщина одета целомудренно, конечно, это для других женщин обличение. Но они не понимают, не принимают, но это на том воля дана человеку, свободная. Господь же не сотворил марионеток. Вот. Или внешним видом, образом, своим внешним словами, делами, благовестием, конечно же, можем обличать. Но судить, именно я сказал то, что судить мы тоже можем, но в смысле рассуждать. Духовный судит обо всем. Если взять плоской человек, очень простой пример, зрячий-незрячий. Незрячий, допустим, с рождения, ему никак не объяснить цвет зеленый, небо там синее, красный цвет. Что это такое? Это вот так верующий-неверующий. Неверующему не пояснить, что такое область духовного. Поэтому он не может судить о верующем, о разденном свыше. А духовный судит обо всем. Но здесь именно смысл о вынесении приговора. И как вот говорит блаженный Феофилак, что то, что клонится к обиде, к унижению, суд, вынесение приговора. Если я говорю, вот сосед здесь такой, и все, он погибший. Ну подожди, это уже можешь судить тогда. Никто не знает, он может быть еще и в дальнейшем покаяться. То есть вынесение приговора не должно быть. Так, еще что? Ну тут как вот, только какого приговора, например? Окончательного. Допустим, что человек какой-то ведет себя, ну, в мирской жизни живет, и я ему уже вердикт, что он погибший, и все. Это не нужно решить, потому что я был тоже такой же, как он, мирской человек. Но Господь меня нашел, потерянную овечку. Тогда другой вопрос. Ну, может быть и продолжение этого вопроса. А какой можно, как вы говорите, как вы сказали, что нельзя делать? Нельзя выносить приговор окончательный. Приговор, вот. А какой можно приговор окончательный выносить? Окончательный приговор? Никакой. Потому что... Например, вот, например, вот, вот, про себя я скажу. Меня, вот я был, да, в Потеряевке, вы же присутствовали при этом. И Игнатий Тихонович окончательно решил, что я там не должен быть. Вот, вот, окончательный приговор. Пожалуйста. Но, но он же не сказал, что ты погибший, окончательно бесповоротный. Он сказал о Потеряевке. Ну, вот, поэтому я и говорю, что осуждение, осуждение разное. То есть, это же тоже осуждение. Меня осудили, присудили мне. Приговор, какой мне сделали? Ну, просто не окончательный, да. То есть, надо тут различать. Где окончательный, это после смерти. А то, что в течение жизни нам какие-то приговоры, это они не окончательные. И тот, кто нам этот приговор присудил, если он говорит, конечно, что все, ты никогда не справишься. Вот это тогда окончательный приговор. Тогда это осуждение, да. Ну, на самом деле осуждение. А у нас часто про осуждение говорят вот про такие приговоры. Когда там кто-то кого-то выгнал, как вот меня, да, и говорят, меня тоже писали. Вот, там тебя осудили. Или это вот так вот говорили. А меня никто не осудил, на самом деле, да. А просто обличили и... Вот, ну, на самом деле-то осудили, но не окончательно осудили. Выговор сделан, да. Выговор не просто... Нет, нет, я не согласен. Суд был какой? То есть, Игнатий Тихонович рассудил суд, а рассуждение слово суд. Рассудить. Судить. То есть, рассудили и решили, вот, приговор такой, что я не должен там быть. Вот такой приговор. Ну, дай бог, что-то на пользу пошло. Но он не окончательно. Не в акипу это было, а на пользу. Вот я и говорю, нет, дело не в этом. Мы сейчас про договоры скажем. Что окончательный приговор после только смерти. А у нас называют все подряд. То есть, когда, как вы правильно говорите, если невыгодно, вот, значит, это ты уже осуждаешь. А откуда ты знаешь? Я же не говорю, что это навсегда ты такой. Я тебе присуждаю вот такое, да, что ты не исправишься. Да, я тебе присуждаю вот такое наказание. Но не говорю, что ты в результате этого наказания не исправишься. А вот если я скажу, что вот я тебе наказание, но все равно ты не исправишься. Какое бы я тебе наказание, кто-нибудь тебе давал, все равно ты не исправишься. Вот тогда, да, я осуждаю. На самом деле. Вот тогда истинный смысл слова осуждения. Как вот Царь Сефилах говорит. А у нас подмена понятий. Говорят, осуждение, просто другого слова я не найду, как вот это вот, то, что, например, мне присудили, как это назвать. Вот я поэтому спрашиваю, как это назвать, мне когда присудили, вот такое наказание. Вот еще я добавлю, хорошо, спасибо, Христос. Когда на Благовестие ходили по деревням, ездили, и часто приходилось слышать такое, что на правителе, так скажем, по простонародному бочку катят. Так вот, вот такой Ельцин, да, расстрелять бы его, и такое приходилось слышать. Такие правители, уже пенсионерки, уже, как говорится, скоро в вечность, одной ногой, да, и вот языками начинают судить. Такого-то расстрелять, такого-то там руки поотрывать его, они там награбили и все. Вот это злословие и осуждение. Вот. Ну, это так, в миру, да, я уже не беру церковь, не беру там те примеры, которые, вот, я выше говорил, батюшки там говорят, что это. Ну, и по поводу осуждения у Златоуста много бесед. Вот, осуждающий. Кого он, прежде всего, портит? Ну, конечно же, когда он говорит, то себе вред наносит. И тот, кто его слушает и принимает эти слова, согласен, согласен, тоже тому вред наносит. Поэтому это как зараза некоторая. Вот. Не судите, да не судимы будете. А здесь дальше Господь говорит, в чем здесь, как бы, глубже смысл. Давайте дальше продолжим. Простите, пожалуйста, а можно у меня спросить? Так, еще что-то, да? Ну, пожалуйста. Да, да, да. У меня вот вопрос к Виктору и к Борису. После последнего занятия мы потом переписывались в чате. Вы читали, Виктор, переписку? Я читал, но, может быть, я не все прочитал, а что? Какую записку? Ну, что мы там писали про романы, как бы давали советы. И вот меня почему-то мучает совесть. Может быть, я как женщина не должна была так советовать резко мужчине? Как вы считаете? А, я не прочитал этот совет. А какой конкретный совет? Раз в чате написали, то скажите. Да, в чате. Мы там много писали, как бы. Вот. Ну, вот. Борис, вы не читали? Какой ко мне вопрос конкретный? Вопрос конкретный. Когда вы читали переписку, вот, когда мы давали советы роману по благовестию? Я знаю. Я знаю. Я знаю. Читал. Да. Я скажу больше. Я скажу больше вам. Я хотел роману, с романом выйти отдельно в эфир. Но он отказался. Он боится. Вот посмотрите на его глаза. Он боится. Понимаете? Я хотел ему один на один с ним поговорить. Просто рассказать ему все то, что он не хочет. Пиши сообщение. Я ему говорю. Роман, давай с тобой поговорим. Потому что словами Бог дал нам такой дар говорить. Ни одно животное не может говорить. Только человек. Давай поговорим. Я тебе расскажу кое-что. Что я знаю. Он отказался. Понимаете? Он начинает разговаривать с Натальей Усатой, с вами. Ни о чем разговор. Всего-навсего я хотел роману сказать о том, что он неправильно благовествовал. И тут такого нет, что ой, вот, роман вот так умеет. Богу нужно служить. На отлично. Нет такого, как смог. Не можешь учись. Вот так должно быть. Как в армии. Понимаете? В армии пока солдат в бой идет. Но я утрированно говорю, конечно. Его учат. Специально учебное подразделение, которое учат. А потом идет в бой он. Понимаете? И там в бою уже не будет такого, что Вот я не знал, а я вот не все выучил. Вот так я говорю и Виктору. У меня тоже к нему есть вопросы. Вот я ему на тех занятиях попросил. Виктор, найди время, пожалуйста. Давай с тобой побеседуем. Потому что вы должны сначала с братом повезти один на один. А потом взять и рассказать другим, если нужно. А если и этого не послушает, церкви рассказать. А если церковь не верует, значит он неверующий. Хуже неверного. Побеседуем, Борис. Вот после занятия побеседуем. Спасти Христос. Давайте, слава Богу, давайте продолжим занятия. Какие-то, если у вас возникают вопросы друг к другу, разбирайте в другое время. Просто у нас сейчас занятие, эфир идет. Час. Я не против, ты правильно говоришь, Виктор. Я для этого уже позвонил Роману Фроликову на отдельный его канал. Понимаете? Нет. Все понятно. Давайте дальше продолжим. Именно по описанию мы идем. По первому стиху и дальше. Вот. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, какую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего? А вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Толкование. Кто хочет укорять других, тот сам должен быть беспорочен. Ибо если он, имея в своем глазу бревно, то есть имея тяжкий грех, будет укорять другого, имеющего сучок, то сделает его бесстыдным. Потому что тот, обидевшись, так же укорять его сучок. И таким образом впадет в грех осуждения. Впрочем, Господь показывает, что великий грешник и не может хорошо видеть грех брата своего. Ибо как он, имея бревно в глазе, увидит другого, легко уязвленного вопроса? Ну вот какой-то, если грех, говорит апостол Павел, запинающим грехе. Что такое запинающий грех? Сверники, говорит, с себя запинающий грех. Это тот, который наиболее, наиболее влияет. Который наиболее павленно на душу действует. И вот какой-то брат, вживя во грехе, начинает другого стараться исправить. Получится ли? Нет, конечно. Но об этом и речь. Господь ведет и толкует блаженных архилах. То есть прежде, конечно, самому надо стараться быть чистым сердцем. Блажен, но чистым сердцем, ибо они Бога узрят. Вот. Случалось такое даже. Ну просто опытом поделиться с вами хотел. Что и хочешь что-то сказать, благорестовать людям, а уста сдерживаются. Почему? А где-то, значит, какой-то грех. Ты начинаешь все это размышлять, и увидишь, что да, вот здесь было какое-то падение. Вот у меня такое было. Причем неоднократно. Ну, конечно же, каешься в этом, и Господь поднимает, и уже Господь отверзает уста, и дальше уже говоришь. Ну, может, через какое-то время, да? То есть не можешь сказать почему, потому что сам впал в какой-то грех. Вот такое наблюдал я. Ну, здесь о суде, конечно, говорится. Я затронул тему благовестия. Да. Каким судом судить, таким будете судимы. Какую меру мерите, такой и вам будет мерить. То есть, как это бумерангом возвращается к тебе, если ты судишь группу? Кого садишь сам в это? Вот у святых отцов это есть такое. И целый анализ подробный, глубокий, кстати. Ну, пожалуйста, вопросы. И я не имею права его. То есть, укорять ему, обличать ему, там, указывать. Ну, что-то мне, может, и не нравится. Ну, я молчу. Вот так. Так, спасибо, Христос. Еще у кого какие? Братья, ну, я вот тоже, как Валентина, тоже молчал до тех пор, пока не стал благорестовать. Но, действительно, у меня на видео не видно, как я... Ну, я постараюсь еще выставить, где у меня там слышно. Вот, видно, слышно более-менее, как я разговариваю подольше с людьми. Вот. Ну, хорошо, Роман, извини, что именно по этой теме, со второго по пятый стих, вопросы, дополнения есть? Да. А на этот счет надо принять просто, и все, раз такие разные мнения, то оттачивать надо речь, совершенствоваться, изучать Писание, запоминать. Это много-много можно в этом совершенствоваться, слушать проповеди и так далее, и тому подобное. Конечно. Здесь примятить все это надо. Ну, там, может, с Борисом побеседовать, ну, это уже... Дело-то доброе, понятно. Борису я писал, что давайте переписываться. Если не можете переписываться, вот как Виталий, он писал, записывал вот эти аудио. Вот так. Просто у меня нет времени. Ну, понятно, это уже как ваше дело, я не заостряю в этом внимании. Так, есть еще что-то по второму, третьему, четвертому, пятому стихам? Ну, вот еще тоже, вот, когда говорят, что не судить, как вот сейчас говорят, как в чем осудишь, да, в том и сам прибудешь, да? Ой, не осудишь, да? Не судить, как вот последнее вы говорили, там суд, что-то там осудили, да, осудите. Не осудите, а слово судить, не судите, да, и не будете судимы. Вот это вот слово. Что это значит? Это значит укорение, или это вот это окончательное, то есть сказать, что ты никогда не справишься, да? То есть вот когда еще, так, от темы немножко отойду, вот это вот то, что вы говорили, когда бабушки-то этики говорят, чтобы он умер, да, там, чтобы там еще что-то с ним случилось. То есть вот они как раз говорят, когда вот, чтобы он умер, особенно, да, то это значит все, человек уже не сможет покаяться. То есть он никогда уже не справится, получается. То есть он и до смерти не справится, и поэтому пусть он уже сразу умрет, вот так. То есть вот такое я понимаю. А когда говорят, там даже апостолы, вот, молились, чтобы брат заболел, для того, чтобы он поболев, он очистился от этой греха, да, от этого греха, страсти, и уже вошел в царство Божие без этого греха, без этого страсти, чтобы бес овладел, ну, болезненный бес, болезнь, овладел этим братом. Виктор, можно сказать? Сейчас, минуту, вы имеете в виду, сейчас, сейчас, минуту, имеете в виду то место, когда апостол Павел говорит, предать его сатане, вот это место имеете в виду, Браман? А, ну, понятно. Да, Наталья, что вы хотели сказать? Тут Роман говорит, что, ну, то, что, ну, когда плод немощно, вот болеешь, чтобы войти в царство небесное, что страсти-то отойдет. Страсти не будут до конца, до кончины нашей, до последнего нашего дня. То есть хоть ты борешься, хоть не борешься, они будут до кончины. Правильно? Ну, точнее, не отойдет, а чтобы она уменьшилась. А каким способом? Да, болезнью, можно постом, молитвой, да, уменьшить. Чтобы легче было справляться с этим. Но, и может, слетиться от чего-то, слетиться можно. Божий образованный. Помогай? в данном случае если в контексте смотреть пишет апостол Павел что предать его сатане вознемождение плоти этого грешника и через какое-то время он действительно покаялся и он дал как бы им коринфянам как поступать в этом случае не сообщайтесь с ним, а потом узнал что у него было покаяние теперь вы его примите вот то есть было исправление да вот по поводу того что я привел пример сами те которые говорят да вот расстрелять его надо из в основе какого-то человека а сами совершенно не справляются Евангелие вот сколько мы раздавали, некоторые не брали да бабушка тебе бы взять да с крупным шрифтом нет, а вот языками как это говорят, чешут да уже не могут как-то по-другому грешить как молодежь на танцы ходить все но вот этот язык злословит ходит по миру да и вот они-то действительно у себя бревна не видят огромного при огромного и в церковь-то не стремятся начинают говорить о ком-то о правителе что да что правители-то когда я собой не владею а владеющий собой написано лучше завоевателя города ну я так говорю в общем да не владею то есть бывает что то есть надо владеть собой и все о каком-то о чем-то кто-то виноват и ищет виновного ну вот и по я привел пример что если я пал допустим согрешил и вот этот грех как бревно он мне не дает даже благорестовать и начиная о ком-то говорить обличать другого а не получится меня Господь уже может через совесть обличить да ты сам-то как то есть обличающий должен жить свято ибо написано будьте святы ибо я свят говорит Господь будьте святы как совершен Отец Небесный и когда он померит очищаться будет Господь будет подвигать к тому чтобы другим сказать слово приправленное солью приправленное Евангелием чтобы тот человек испугался он будет переживать когда он о себе думает но это не только эгоизм что только я и все а именно чтобы это спасение и другие получили это радость во кресте вот но те которые говорят не судите да не судимы будете а бывает бывает так говорят не к месту как я уже выше говорил они просто в этих видах показывают не троньте нас как все есть так и все пусть оно и будет например как у нас в приходе занаряжено и все а ты кто приедет ты вообще ученик Лапкера ну не так мне говорили ну с намеком да ну еще что по этим стихам мы уже достаточно рассказали и уже брата Романа затронули Роман только чтобы не обиделся а принял и совершенствовался это главное потому что мы все в стадии того что нам нужно совершенствоваться и я и кто-то еще мы же не достигли какого-то потолка здесь жизнь это постоянное продвижение совершенства бывает и падение но есть Божья благодать есть церкви есть священство чтобы мы вставали покаяние есть который нам Господь слава Богу дает Аллилуйя дальше продолжаем дальше продолжаем Аллилуйя шестой стих не давайте святых псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями чтобы они не попрали его ногами своими и обратившись не растерзали вас в толковании псы неверные а свиньи хотя верующие но ведущие жизнь нечистую и так не должно высказывать тайн о Христе неверную ни светлых и жемчужных слов богословия нечистым потому что те как свиньи попирают или презирают то что им говорят а псы обратясь терзают нас как поступают так называемые философы ибо коль скоро услышат что распялся бог они начинают терзать нас своими умствованиями говорят что это невозможно и в своем высокоумии вознося хулы на вышнего ну философ он пример привел здесь блаженный филак такие есть которые насмешники кощунники более того начинают рассуждать в таких вещах совершенно плотским разумом да еще более того хулить бога но если не философы а просто среди людей такие вот люди категории людей что им жемчуг этот нельзя давать а что делать ну помолиться о них может в этот момент они так все ведут другой момент Господь в тесные обстоятельства втиснет и он уже не будет себя как парень рубаха вести смеется материться улыбается все ему нипочем Господь на таких уздечки находит вот поэтому опять же тут рассудительность должна быть не давайте святыне псам не бросайте женцу до вашего перед свинью святителя златоуст у него есть беседы и к новообращенным которые еще не крещеные вот к оглашенным и он в определенном месте говорит что об этом только с верными о чем об этом допустим от тайских почищений верные знают о чем я говорю все вот эту фразу верные знают о чем я говорю а дальше уже оглашенным говорит то что им можно говорить то есть конечно рассудительность Господа надо просить чтобы не было такого вот я буду сейчас проповедовать и пошел и наторвался на таких свиней они тебя растерзать могут даже и не то что в переносном в прямом смысле и убить могут то есть ну конечно убить ты можешь быть и мучеником но если ты нерассудительно говоришь то может быть и просто побить тебя и по глупости то есть всякие могут быть ситуации да вот некоторым говоришь слова священного писания они их перетолковывают на свой лад и начинают нести такую ахинею всякую так вот лучше может быть и не всем говорить слова священного писания при этом да это тоже надо но я вот сколько убеждался своими словами говоришь что-то близким ну ничего не помогает ты можешь ну как уже стих писания скажешь вот в какой-то в отдельный момент именно время нужно во время и не во время да и раз и человек вдруг соглашается вот Господь сразу снимает какие-то аполны ума потому что слово Божие живо и действенное и зачастую получается так я полагался на свои усилия а я сам не могу а когда слово Божие сказал оно как таран как скала как молот ну как пророки говорят слово Божие молот слово Божие скала да сила и раз и пробивает но и тогда вот кощунки да действительно ничего такого не надо говорить кощунки только воздохнуть и помолиться я вот все про эту передачу думаю Познер с одной стороны Владимир и с другой отец Михаил Козлов и настолько жалко стало этого Владимира Познера когда он искренне говорит что да я атеист и все такое но ведь умрешь на суд Божий явишься не верят и все просто уже стал молиться за него такие люди есть знаменитости телеведущие режиссеры какие-то фильмы снимают ну вот взять например Михалков фильм 12 я несколько раз смотрел потому что с первого раза там что-то не поймешь он интеллектуальный фильм 12 смотрели нет вот и думаешь ну как ему это не открывается вот такие они пролезают глубины но вот Господь не касается поэтому еще значит не время а может потом коснется так еще вопросы по этому стиху дополнение если нет вопросов братья вот Игнатий Тихонович помните говорил тоже что приводил толкование что псами называются язычники а свиньями вот не помню кто точно ну он и говорил как согласно блаженному филакту верующие но ведущие греховную жизнь вот таких свиней свиней у нас в православии очень и очень много почему потому что люди невозрожденные через слово Божие ведут греховную жизнь и кто-то там Игнатий Тихонович приводил пример ему там написали вот мы у батюшки были мы там исповедств причащаем а папа и подвигом греха и таких ему писем в электронке немало было это страшно просто люди невозрожденные слава Божия не наученные ведут такую свинскую греховную жизнь вот это курить я бы тоже курящий сюда причислил свинство просто и подходят чаши пастыри их допускают святитель Анатолуц говорит я лучше тело свое отдам на растерзание псам на растерзание и львам и он говорит но чтобы недостойно не дать святыню а эта святыня недостойно дается повсеместно и курение уже не за грех считается страшно просто это вот свинной образ жизни это может быть и со мной тоже когда я как свинья я как в колу лежу как это в канодне ну и Давид писал и скот я был как скот пред тобой скот то есть скотинился упал а какие уж он сделал грехи это всему миру из-за греха говорят ой не надо об этом закрыть надо грех писание все конкретно показывает если по писанию открыто и сейчас на всю вселенную и знаменитый псалом звучит поэзия богословия поэзия богословия звучит вот поэтому ну там все понятно Игнат Тихович говорил я не знаю там о чем какой вопрос то Роман то что вот как раз только что были слова о том что не судите да то есть казалось бы как у нас толкует что не говорите плохо и тут же идут слова пса то есть про людей говорится что люди псы люди свиньи то есть уже словесное осуждение так скажем или как это назвать по-русски другим словом каким еще если не осуждение то как что это обличение рассуждение обличение почему они названы псами вот в начале есть первого тома в начале есть слово затауста как тебя узнать что ты верный и вот он там перебирает таких такие категории людей что ты там ржешь как жеребец там ну и так далее там как лев гнева своих близких то есть по образу жизни ты как скотина вот и тут то же самое как пес а какой пес но псы в священном писании это неверные язычники названия во многих местах свиньи ну как сына облюблотина возвращаетесь да а свиньи свинный образ жизни вспомните гадаринскую страну свиньи там жили ну и разводили для чего чтобы для прибытка а господь по карману то ударили все то есть где свиньи но она какая какой образ жизни свиньи это понятно кто в деревне не был посмотрите ролики какой образ жизни она в грязи валяется тут же ее помыли я с детства помню родители держали свиньи вот и она тут же раз в грязь но овса так не поступит почему господь сравнивает верность с овсами да вот а это свиньи именно те которые нечистую жизнь ведут потому что похожи по образу жизни так еще что продолжим дальше седьмой восьмой восьмой стихи просите просите и дано будет вам ищите найдете стучите отворят вам ибо всякий просящий получает и ищущий находят и стучащему отворят толкование выше заповеду нам нечто великое и трудное а здесь показывает как себе может быть выполняем именно посредством непрестанной молитвы не сказал просите один раз но просите то есть непрестанно потом подтверждает слова своим примером человечестве как бы так говоря кто усердно ищет чего-либо тот обыкновенно находит искомое и кто стоя у дверей непрестанно стучится в них и дожидается стерпения тому когда-нибудь непременно отворят так думай и о духовном прошении и вот возникают вопросы у верующих я молюсь а ну Бог не отвечает почему и святитель Ансо Златовус говорит что много причин одна из причин что не угодно тебе если Господь это даст что ты просишь то для спасения это не угодно будет Бог знает как всемогущий вездесущий другая причина что Господь как любящий отец желает чтобы ты был рядом с Ним обращался к Нему чаще а если сейчас Господь тебе это даст то ты отвернешься Он знает твое состояние отвернешься и все и Господь удерживает не дает то что ты просишь и много Он объясняет на эту тему что не тот сейчас получает значит бывает еще просит но неверное сердце да как механически слова произносишь причин много может быть так просить и дано будет вам то есть с верой ищите и найдетесь и стучите отверг ну вот есть такое выражение я не помню сейчас кому оно принадлежит что нужно бомбардировать двери отечества своей молитвой так вот сказанным словом бомбардировать то есть докучать еще есть тоже выражение докучать Богу как бы вроде это в таком хорошем смысле ну как ребенок мама папа ну пойдем дайте там что-то просит дайте дайте уже ну ладно надоело уже дай мне чтобы не привязывался так ему докучать только еще момент как правильно молиться но Господь в 6 главе научает нас так скажем царица молитв отче наш но в новоначальню советуют по молитвослову да не только новоначальню да мы зачастую в разных состояниях духовных пребывателя и нам святые отцы оставили молитвы и как бы некий ориентир но бывает так что своими словами своими словами тоже надо учиться Феопхан затворник говорит что при чтении псалма если запало тебе что-то какой-то стих или там несколько стихов можешь и этими стихами именно к тебе подходит твоему духовному состоянию можешь этими молитвами молиться вот почему мы научаемся читая псалтырь не читая а молясь именно и молитвы святых отцов тоже читая то есть как некие костыли для нас для слабо духовных вопросы по 7-8 стихула дополнения дальше продолжаем 7-9 простите 7-я глава 9-й 10-й стихи если между вами такой человек который когда сын его попросит у него хлеба подал бы ему камень и когда попросит рыбю подал бы ему змею вопрос толкование представляет пример то как и чего дети с успехом выпрашивают у своих родителей Господь учит нас что и у Отца Небесного должно также просить постоянно и только полезного вы сами говорят видите как ваши дети просят у вас полезного на примере хлеба рыбы и в том случае когда они просят именно полезного вы даете им противного же тому не даете хотя и просят так точно и вы ищите духовного а не плотского вот пример детей наглядный пример вопрос и идем дальше одиннадцатый стих и так если вы будучи злым умеете даяние благие давать детям вашим тем более отец ваш небесный даст благо просящим у него полкование называет людей злыми по сравнению с Богом так как природа наша как создание Божие добра только по собственной воле мы стали лукавыми остаемся лукавыми вопреки незреченной Божьей благостыней но в писании говорится что иди его Господь даже усматривает нечто такое ну что ему не угодно в ангелах а уж в людях тем более даже что-то мы сделаем но написано что всякое даяние доброе от Отца Света то есть все вот это добро от Бога исходит значит этот человек даже неверующий добро сделал Господь положил ему на сердце вот вопросы по 11 стиху 12 стих и так во всем как хотите чтобы с вами поступали люди так поступайте и вы с ними ибо в этом закон и пророки толковали здесь показывает нам кратчайший путь добродетели так как мы как люди по себе знаем что должны делать другим так если не хочешь чтобы тебе благотворили сам благотвори если хочешь чтобы тебя любили враги люби сам врагов если хочешь чтобы тебе никто не досаждал не досаждай ты никому если хочешь чтобы тебя все любили и ты любишь всех вообще чего не любишь сам того не делай другим всем случае и закон божий и пророк и пророки говорят тоже что повелевает нам и закон естественный а что такое закон естественный как вы считаете закон естественный совесть аминь совесть это я пока читал толкование блаженного фефилакта вспомнил повесть Лескова нашего русского писателя на краю света и там архиерей путешествовал среди северных народов он оказывался в тяжелых ситуациях ну север это где-то вот бурятия вот эта вот область морозы там климат еще более суровый чем на Алтае резко континентальный и вот архиерей попадал в такие ситуации что ну мог просто погибнуть и его бросил в такой сложной ситуации крещеный крещеный язычник ну а крестили то как и сейчас тогда в 19 веке да еще раньше крестили то зачастую человек что у него убеждения не было именно чтобы он поверовал по Евангелию а чисто так вот для галочки так скажем чтобы побольше крестить ну и вот он бросил его оставляет в тяжелых условиях а некрещеный который по совести поступил спас его вот ситуация была такая что там пурга началась и вот этот некрещеный он договорить не мог батюшка 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 он его накрывает ну там типа плаща что ли и дышит на него да как архиерейк рассказывает что как от него воняет но он меня сохранить мог в этой ситуации дышит чтобы снег припорошил их и там они согреются вот батюшка не надо отворачиваться нам сейчас тепло будет а они же там не мылись кантинероды и дальше у них питания то нету он этот язычник поступающий по совести уехал на лыжах ему не было продолжительное время а архиерея уже голодный и холк вокруг смысл говорит какие-то точки приближаются думаю ну у меня наверное галлюцинар а потом понял они ближе ближе точки волки как тут рядом дерево было я на дерево залез и так я живой остался а так было растерзали и проходит время не помню там несколько поступок и едет кто-то по степи на лыжах на голове у него там непонятно что такое это волосы у него задубели он без шапки едет язычник и везет мясо он спрашивал куда ездил да я зашел в юрту и что там в юрте там лежала часть медведь хозяина не было и что ты сделал я шапку оставил а зачем ты оставил шапка а хозяин он показывает наверх он не язычник по-своему понимает хозяин все видит хозяин то есть у них хозяин тундры хозяин леса это вот такое же существо и вот он шапку свою оставил мясо взял привез архиерей чтобы с голову не помер и не крещен и по совести поступил вот так вот этот закон естественно но сейчас я не знаю трудно сказать кто не слышал евангелие евангелие переведено на столько языков распространено по всему миру где еще есть такие где-то там дикари может в новой введне или в амазонке смотришь документальные фильмы интересно тоже посмотреть как там люди живут они уже по-современному одеты не просто там в повязках на вендерных бегах в футболочках такие то есть и туда цивилизация пришла но относительно недавно какие-то племена совсем недавно даже найдены они небольшие языки там у них свои такие витиеватые но по закону совести по закону совести совесть это неподкупность у меня вот как златооз говорит что совесть первичная евангелия вторичная поначалу то не было писания передавалось из уст к уста и в совести совести это человека было вот а потом уже когда совесть златооз говорит ну приглушено стало настолько человек удалился от бога настолько беззаконие стал делать был дан закон евангелия то есть писания но уже час прошел вопросы пожалуйста если есть желание можете там с романом вот сестра вера вера да говорила можете побеседовать и разрешить что-то можно это уже потом после занятия занятия мы читаем писание и рассуждаем здесь есть вопрос слава богу значит все понятно давайте так молимся и кто желает прославить господа поем песню помолитесь обо мне еду потеряю завтра в 6 утра и воскресенье обратно но сколько дней воскресенье обратно воскресенье тут жарко у меня без дождя поливать надо брат если встанешь в 12 звони мне в 12 чтобы тебя в 5 раз да 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 хорошо хорошо запишу сейчас братья ну вот вопрос остался если значит не просто говорят что вот ты там плохо делаешь или там хорошо ты это обличение а уже дальше когда ты плохо делаешь и уже наказывают за это то есть вот как апостолы помолились чтобы брат заболел то есть наказание вот это вот как это они не осудили а что они сделали апостол Павел конкретно он обличал и давал инструкцию как с таким нужно обходиться обличал я говорю про когда в деянии святых апостолов да когда они помолились чтобы брат заболел то есть они его совершили суд над ним подождите а какое это местописание в деянии именно святых апостолов что-то я не могу может не в деянии но по-моему деяния ну вот Роман вы сформулируете вопрос и местописание посмотрите да вы не помните что ли этот случай вы сейчас только что приводили сами а это послание Коринфянам но это не в деянии а может это послание Коринфянам вы приводили я вам так советую чтобы у вас созрелло это вы подумали писание посмотрели и может я не созрелло я только не помню где это вы еще толкование посмотрите блаженый Филакшин говорит чтобы не с обидою может быть я начну кого-то говорить а с такой у меня это обидою получится и это будет не чистота это будет грех а когда у меня одно желание стремление чтобы человек исправился чтобы спасенный был и от чистого сердца но он может и ожесточиться да это может от него а может и не ожесточиться то есть намерение какое бывает даже насмешники вот пошутил посмеялся и вроде правильные слова да еще и в писании ну и это не к месту получилось что как сказать и кому сказать потому что допустим вот я тоже совершу такой суд да или там группа людей над кем-то и тогда или мне скажут вот вы осудили как у нас любят говорить там они путают роман обличение и осуждение я не говорю про обличение обличение это когда просто словом сказали что неправильно ты делаешь или правильно вот а тут уже произошло суд его осудили как я не знаю как правильно сказать осудили я у меня такое одно слово русское я знаю осудили на вот болезни дать чтобы ему было он заболел ну грубо говоря посадили в тюрьму понимаете по-другому он дали болезнь ну да но апостол Павел он знал что делает духом Божиим и человек не справился и допустим мы подобно к этому случаю сразу у меня созрела просто мысль вот грешник и о нем молиться спаси Господи помилуй конечно нельзя грешник просто не раскаяни а как об обращении а Господь там у Господа промысел свой занаряженный Господь его приведет к болезни или к печали родственник там умрет или еще что-то вот апостол Павел имел такую силу от Бога что вот он конкретно его раз наказал и все ну Бог наказал через апостола Павла понятно что он не сам по себе и все и тот и справился он-то не сам по себе Бог его конечно слова конечно но конкретно молился об этом человек конкретный то есть он конкретно молился не просто так ну накажи его и все нет он конкретно молился чтобы он был плохо ему было чтобы он как вот болезни был как в тюрьме не было что-то в груди это беса они молились чтобы Бог дал ему попустил ему бес чтобы его мучил бес но это такие люди которые как сказать ну короче мы опять квитые как я писал нам все далеко кумиры мы делаем из них кумиры вот это они такие особенные они святые а мы не святые хотя нас называют тот же святые они называли нас святыми вот это мы как-то оправдываем себя в том что мы не хотим это знать я допустим тебя соизмеряю с писанием я так не могу как апостол тут просто рассудительность романа да мы святые это понятно почему потому что освященные благодатью Божьей но я что-то не могу как Игнатий Тихонович я что-то не могу как апостол Павел пока не могу да то есть это надо уметь понять это а не так что вот давай я сейчас начну так же молиться нет я пока не я вот просто привел пример что обрати Господи какого-то человека к вере да а там уже промысел Божий будет действовать все но так как апостол Павел дерзновение это я пока не могу так повык а Сергей Пасаровский сказал что у нас нет такого дерзновения только потому что Игнатий Тихонович приводит только потому что у нас нет решимости то есть мы должны решить вот что я отрекаюсь от себя от жизни своей да и посвящаюсь свою жизнь Богу вот и тогда тогда у нас будет и дерзновение и решимость сейчас минуточку то есть дерзновение да я попрошу помолиться завтра ко мне завтра я вылетаю в Россию помоги Господи сахар нефти да будет воля Господа Бога нашего на корабле Божьей Валентини спасибо Иисус потому что я вот например не одобряю такие вот поездки я сам мог бы сто раз уже съездить и потеряю еще куда-то но я не еду потому что у меня как Игнатий Тихонович сам сказал у вас есть канал мы специально канал этот 11 тысяч видеороликов смотрите и повторяйте у нас есть скайп можете спросить пообщаемся отвечу вам на вопросы на стих не надо деньги тратить лучше деньги потратить на нужное на то чтобы людям помочь так вот валентина с отцом как раз тратить на нужное она привозит книги карточки раздает здесь да еще и даром нет она много не сможет привезти вот последний разговор давайте давайте помолимся а потом продолжим беседу кто желает а мы хотели прославить Господу еще хотелось станем сеть для молитвы достойно есть всякого истину блажите тебя Богородицу приснабоженную пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую хирургин и славнейшую без сравнения Серафим безыскления Бога Слово ручную Сущую Богородицу Тебе величай Отец наш небесный благодарим тебя за все твои милости и щедроты за слово твое святое живое и вечное хвала тебе благодарим тебя за писание святых отцов которые растолковали нам слово твое святое слава тебе распусти нас миром сохрани путешествующих сестер Ольгу Валентину добрый ангел и хранитель и сопутствует им спаси и помилуй болящих рабов твоих сердце парализован Анастасию Ангелину дочь мою всех братьев сестер находящихся на болезни мандре посети милости твоей Господи прости нас если чем мы погрешили при рассуждениях наших слово твое доселяется в нас обильно со всякой премидростью тебе за все хвала слава чести поклонения отец сына святой аминь 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 аминь